Доброе утро, дорогие друзья! В нашем округе продолжается проект Югра Многовековая. Возраст территориального образования, на месте которого сегодня находится современная Югра, насчитывает не менее 900 лет. Об этом накануне было заявлено в рамках Международного форума гражданские инициативы регионов 60-й параллели в Ханты-Мансийске. 1118 год. Историки считают официально подтвержденной отправной точкой истории Многовековой Югры. Мы решили пригласить в студию заведующего Югорской лаборатории археологии и этнологии Сургутского государственного университета Александра Кеннига. Александр, доброе утро. Доброе утро. Александр, ну скажите, на основании каких данных были сделаны такие выводы? Значит, я поясню, потому что да, вызывает уже недоумение. Ну, улыбку, по крайней мере, потому что год 825, договорились же, все, обрадовались. А тут не год, тут две даты в году уже определены. Ну, во-первых, я должен сказать, что история делается людьми, а люди живые, и история сама по себе живая. И то, что происходит изменение дат, начало ли это исчисление того или иного региона или территории, это совершенно нормально. Тем более, что дата в 825 лет, она была тоже такой условной, и она позволила актуализировать тему исторического наследия Югры, как вот, ну, не Ханты-Мансийского округа, а вот некое территориальное образование. Мы об этом говорили. Ну, и потом выяснилось, что если мы хотим, чтобы эта дата была официально закреплена на федеральном уровне, то она должна пройти экспертную оценку. И вот, собственно, на входе вот этого международного форума «Гражданских инициатив» у нас принимал участие замдиректора Института Российской Истории, Российской Академии Наук. Вот, и он нам пояснил порядок прохождения вот этой процедуры экспертизы. То есть это не просто так, вот кто-то где-то услышал, увидел, да, и сказал, и договорились, ну, ладно, 825, а давайте 900, ну, 900. То есть это очень серьезная процедура. Да, то есть если мы хотим официально закрепить эту дату, как юбилейную, или вообще как начало летоисчисления Югры, то мы должны пройти вот процедуру согласования и экспертизы. Вот, я скажу сразу, что есть еще более ранние даты. То есть если говорить о первом упоминании в исторических документах, то она относится еще раньше, это 1032 год. Но, опять же, вот экспертам из Института Российской Истории было сказано, что здесь берется во внимание несколько критериев. То есть это не только сама дата, дается анализ... Это мы сейчас говорим об экспертизе, да? Да, об экспертизе. То есть проводится анализ источника, проводится анализ событий, которые происходили в эту дату, ну и так далее. И, собственно, 1118 год, то есть почему была отодвинута там вот на 75 лет, да? Сдвинулась. Сдвинулась. Потому что 1118 год, к этой дате относится официальная первая редакция основного документа, это повесть временных лет, да? У него было много редакций, вот это вот первая редакция, то есть как бы вот экспертно было. То есть мы сейчас только еще будем делать официальное обращение в Института Российской Истории, и они официально нам ответят. Но вот в ходе выбора даты, когда там брали 825 лет, да, это 825 лет назад действительно события, где упоминается Югра, происходили. Но как бы эти события не совсем, как бы, как это так помягче сказать, то есть не совсем хорошие события, да? То есть в истории есть героические события, есть трагические события, и вот там происходили события, которые, в общем, ну, не особо нужно... Лицеприятные, да, для упоминания. Лучше не забыть. Для вот такого юбилея, да, и этой исчисления. О них. Да, ну, почему это, это как бы история же, да, почему о них не говорить? Ну да, если это было... Мы об этом знали и раньше, и историки, и местные историки, да, и эксперты, вот. Но, я говорю, эта дата позволила нам актуализовать сам процесс многовековая Югра, да, в ходе которого мы и выясняем вот уже конкретные даты, которые будем закреплять. Собственно, уже вот в 12 веке Югра, как территориальное образование, она имела отношение к Новгороду Великому, и являлась его волостью Новгорода Великого. Вот, понятно, что новгородцы не совсем мирным путем пытались загрепить, да, свою власть, свое влияние здесь, да, и поэтому местные, как бы, народы, они тоже как-то вот отвечали, сопротивлялись, да, и вот дата, которая относится к 1193 году, это как раз вот когда... Это когда они пришли силой к согласию, да? Да, да, вот, ну не то чтобы к согласию, просто там, значит, до этого новгородцев побили здесь, а они вернулись с таким карательным походом для того, чтобы усмирить. Понятно. Вот, поэтому, ну, как бы, вот такие события, дату таких событий ставить за юбилей, ну, согласитесь, в истории не очень правильно, да? Да. Александр, еще вот такой вопрос. Проект «Многовековая игра» сегодня подключились города и Санкт-Петербург, и Новгород, и Екатеринбург, и Москва, кроме, разумеется, и наших городов. Это все историки? В общем, да. То есть, нужно отметить, что, ну, историки, музеологи... Музеологи — это музейные работники. Музейные работники, да, музейные работники, так сказать. Какое интересное слово. Интересно даже, да. Дело в том, что в Новгороде разработан, независимо от нашего проекта, новгородский музей, разработали проект «Путь на север». Собственно... А эта летопись там и хранится, в Новгороде? Нет. В Москве? Нет, она, да, в Москве. Просто в Новгороде найдено, при раскопках Новгорода Великого, найдено большое количество берестинных грамот, в которых, собственно, есть и упоминания, в том числе, Югры. И в Новгороде существовал такой квартал Югорщина. Югорщина? Да. И, ну, мы знаем, что в то время, 11-12 века, Пушнина имела очень высокий товар... То есть, там шла торговля. ...высокую товарную значимость. А, возможно, кто-то по выходу на пенсию туда и переезжал жить из Югры. Да, да, скорее всего. Ну, то есть, действительно, через Новгород шла торговля из Сибири с Европой. Именно вот точно. Александр, я понимаю, наши истории, о истории Югры можно говорить вечно. Большое спасибо. Мы, я уверен, будем еще регулярно встречаться и будем ждать от вас других сведений. За пять минут очень сложно рассказать такой большой период, поэтому я рекомендую телеканалу Югра сделать цикл передач и приглашать сюда профессионалов, которые... Специалистов, историков, пафеологов. Да, которые бы рассказывать. Потому что недоумение среди жителей Югры уже возникает. Ну, сегодня хотя бы появилась ясность. Большое спасибо за это. Спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня.